Субботний вечер. В эфире программа «Мир». В студии Жамбулат Усенов. Здравствуйте. Мы говорим о самых важных зарубежных событиях уходящей недели. И вот о чем мы расскажем сегодня. Мир не прост. Как события вокруг Украины влияют на глобальную расстановку сил? И по какому принципу сегодня формируются трансконтинентальные политические и экономические союзы? Байден в деле. Действующий президент США официально объявил о намерении побороться за высший государственный пост во второй раз. Каковы его шансы на переизбрание и какие дела он хочет довести до конца? Сегодня не личное главное. Какие общечеловеческие цели ставили перед собой демонстранты по всему миру на этой неделе? И почему в протестных движениях на первый план выходит глобальная повестка? Затяжная инфляция. Почему за продовольствие и коммунальные услуги британцы платят больше своих европейских соседей? Кто виноват и чем это грозит действующему премьеру? Древнегреческий полководец Перикл говорил, что в войне чаще всего побеждают рассудительность и обилие денег. А знаменитый писатель Франсуар Абле называл деньги мышцами войны. На уходящей неделе Стокгольмский институт исследования мира опубликовал свой ежегодный отчет, в котором подробно расписал, сколько средств тратят на военные нужды различные государства. Согласно исследованию, в 2022 году совокупные расходы выросли на 3,7% в реальном выражении и достигли нового исторического рекорда в 2 триллиона 200 миллиардов долларов. Понятно, что на фоне конфликта в Украине основным драйвером общемирового роста расходов на оборону стали страны Европы. С поправкой на инфляцию рост показателя в Старом Свете составил 13%. После начала так называемой специальной военной операции европейские соседи России резко увеличили свои военные бюджеты. В частности, Финляндия на 36%, Литва на 27%, Швеция на 12% и Польша на 11%. Германия создала отдельный внебюджетный военный фонд размером более 100 миллиардов евро. А Дания объявила о планах последовательного увеличения расходов на оборону в течение ближайшего десятилетия. И безусловно, отдельный рекорд установила охваченная конфликтом Украина. В ней отмечено увеличение военных расходов на 640%. Это самый высокий показатель, когда-либо зафиксированный Стокгольмским институтом для одной страны за один год. Собственные оборонные траты Украины, без учета зарубежной помощи, превысили 44 миллиарда долларов, что составляет более трети нынешнего, заметно сократившегося ВВП страны. Для сравнения, в 2021 году уровень военных расходов Украины составлял лишь чуть более 3% ВВП. Обозреватели отмечают, что Киев тратит на нужды обороны практически весь свой государственный бюджет. А социальные и гуманитарные расходы внутри страны покрываются за счет потоков финансовой помощи от западных союзников. При этом США остаются безусловным мировым лидером по тратам на оборону. Почти 900 миллиардов долларов за прошлый год, включая 20 миллиардов на военную помощь Украине. На втором месте Китай. Примерно с 300 миллиардами долларов. И военный бюджет Китайской Народной Республики последовательно растет вот уже 28 лет подряд. Россия заняла третье место, увеличив военные расходы на 10%, примерно до 90 миллиардов долларов в год. Пятерку лидеров замыкают Индия с бюджетом 80 миллиардов и Саудовская Аравия с 75 миллиардами долларов в год. И собранные Стокгольмским институтом статистики явствуют, что увеличение числа конфликтов в мире приводит к росту военных расходов. Однако, к сожалению, существует и обратная зависимость. Чем больше денег тратится на разработку и создание оружия, тем больше политиков и командиров поддаются соблазну применить его в какой-нибудь очередной маленькой победоносной войне. И для того, чтобы разорвать этот порочный круг, требуются недюжинные политические и дипломатические усилия. Как известно, чтобы заставить замолчать пушки, должны говорить дипломаты. Однако в последнее время на дипломатических фронтах разворачиваются не менее ожесточенные баталии, чем на полях сражений. Подробнее о перестрелках аргументами и словесных дуэлях, которые кипят сегодня на международной арене, расскажет Вероника Боярова. Совет безопасности ООН – ключевой орган организации, ответственный за поддержание глобального мира. Регулярные заседания Совбеза – процедура рутинная, как правило, ничем не привлекательная. Но в последние дни внимание к работе Совбеза особое. Согласно правилам ротации, председательство в структуре перешло к Москве. В Нью-Йорк лично прилетел глава российского внешнеполитического ведомства. Пользуясь случаем, он в очередной раз попытался прояснить позицию Кремля по главной глобальной проблеме – конфликту в Украине. Россия четко объяснила задачи, которые она преследует в рамках специальной военной операции. Устранить годами создававшиеся натовцами угрозы нашей безопасности непосредственно на наших границах. И защитить людей, которых лишили провозглашенных многосторонними конвенциями прав. Запад же, как и руководство ООН, в очередной раз счел аргументы Москвы недостаточными. Международная система оказалась под самым сильным давлением за все время существования ООН. Напряженность между ведущими державами достигла исторического максимума. Таким образом, есть риски возникновения конфликта в результате неправильных шагов или просчетов. Действия России в Украине причиняют огромные срадания и разрушения, усугубляя глобальные экономические потрясения, вызванные пандемией COVID-19. Второй важнейший вопрос глобальной безопасности – ситуация в Тайваньском проливе и усугубляющиеся напряжения между Китаем и Западом. На этой неделе центром данного противостояния стал Париж. Масло в огонь подлило неоднозначное высказывание посла Китая во Франции Лу Шае относительно Крыма и легитимности процессов, сопутствовавших распаду Советского Союза. Европа это восприняла в штыки. Что именно имел в виду опытный дипломат, пришлось разъяснять официальному Пекину. Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с соответствующими странами. С момента установления дипломатических отношений Китай всегда придерживался принципа взаимного уважения и равенства для развития двухсторонних отношений, дружбы и сотрудничества. Тем временем Китай успешно становится медиатором на Ближнем Востоке. Месяц назад при посредничестве КНР, Саудовская Аравия и Иран договорились возобновить дипотношения. Представители обоих правительств благодарили лично китайского лидера Си Цзиньпиня за инициативу, положившую начало мирному процессу. В апреле официальные представители Катара и ОАЭ заявили, что также находятся в процессе восстановления дипломатических отношений. К слову, до Нью-Йорка российский дипломат Сергей Лавров навестил старых друзей Латинской Америки, совершив визит в эти страны. Ранее Лула Досильва объявил, что намерен создать группу стран, которые могли бы выступить посредниками в деле урегулирования украинского конфликта. Европа идею не оценила. Визит Досильва в Португалию спровоцировал протесты. Пока Россия укрепляет отношения со странами Латинской Америки и Африки, Соединенные Штаты не упускают момента и все больше сближаются со старыми азиатскими партнерами Южной Кореи и Японии. Вашингтон и Сеул провели целую серию совместных военных учений, при этом самые масштабные и еще впереди. Вероника Боярова специально для программы «Мир». По мере нарастания напряженности в отношениях между отдельными государствами и блоками стран, все очевиднее становятся углубляющиеся расколы между глобальными центрами силы. Одним из таких полюсов, определяющих геополитическую погоду на всей планете, безусловно, являются Соединенные Штаты Америки. При этом уже в следующем году стране предстоит пережить важнейшее событие во внутренней политике – президентские выборы. На днях о своем намерении бороться за переизбрание на главный пост страны официально объявил Джо Байден. При этом он уже сейчас, 80 лет, является самым возрастным действующим президентом за всю историю Соединенных Штатов. И как здесь не вспомнить историю предыдущего рекордсмена – Рональда Рейгана, который тоже пошел на второй срок в достаточно почтенном возрасте 73 лет. Тогда его соперник Уолтер Мондейл во многом строил свою предвыборную кампанию на том, что он полон сил и энергии, в отличие от престарелого и немощного оппонента. И тогда Рейган одним остроумным ответом на вопрос ведущего теледебатов перевернул весь ход кампании. Он сказал, я не хочу обсуждать возраст, потому что не собираюсь в политических целях пользоваться юностью и неопытностью моего оппонента. Смеялись все – и зрители, и ведущие, и даже его почти 60-летний соперник. А Рональд Рейган триумфально вернулся в президентское кресло. Каковы шансы Джо Байдена справиться с такой же задачей? Расскажет Биржан Валиев. Заявление Байдена о намерении баллотироваться на второй срок не стало неожиданностью, но положило конец многомесячным спекуляциям. При этом недавний опрос исследовательского центра Associated Press по связям с общественностью показал, что только около половины однопартийцев Байдена, демократов, считают, что он должен снова баллотироваться. Тем не менее, подавляющее большинство говорит, что, вероятно, поддержит его, так как внутри партии конкурентов у действующего главы государства нет. Основным оппонентом может стать только республиканец. На этом этапе за 18 месяцев до выборов вы не увидите однозначной поддержки внутри партии по всем направлениям. Но мы можем ожидать, что подавляющее большинство демократов придет к общему знаменателю. И это будет зависеть от альтернативного кандидата, который еще не назван. Самой большой силой, которая поможет демократам прийти к единству, может стать конкурент республиканцев. И пока, по всей видимости, это Трамп. Байден анонсировал свое выдвижение ровно в тот же день, когда он впервые четыре года назад объявил об участии в выборах. Я говорил, что мы ведем битву за душу Америки. И эта битва продолжается, заявил действующий президент в ролике, попросив у американцев еще немного времени, чтобы довести начатое до конца. При этом время, а именно возраст, играет не в пользу политика. Глава Белого дома уже является старейшим президентом в истории США. На момент выборов ему будет уже 82. А к концу срока, если победит и ничего страшного не случится, 86. По исследованию издания «Политику», работу Байдена на послу президента одобряют 40% населения страны. Мы провели эксперимент и предложили несколько вымышленных кандидатов с одинаковыми характеристиками. Единственное, что изменилось между ними, так это возраст кандидата. Все остальное было схожим. И в конце мы обнаружили, что у молодых кандидатов не больше и не меньше шансов получить голоса участников нашего исследования, чем у кандидатов старшего возраста. И поэтому не факт, что возраст действительно сильно влияет на то, собираются ли люди голосовать за кандидата. Это беспрецедентно. По опросам мы видим, что для некоторых президент преклонного возраста вызывает вопросы. Но в то же время по исследованиям мы понимаем, что Байден – единственный демократ, который сможет победить Дональда Трампа. Поэтому Байдену нужно только найти точки соприкосновения с электоратом. Так, до 2-3 американцев, по крайней мере, считают, что аборт должен быть законным и безопасным. Хотя бы в некоторых случаях. И в вопросе об оружии в некоторых случаях 90% американцев считают, что должно быть здравое законодательство. Что еще важно, Байдену следует произносить все эти речи из Белого дома, из овального кабинета. Это также будет играть в его пользу. Таким образом, успех действующего президента на выборах пропорционально зависит от тактики Дональда Трампа. С одной стороны, эксперты считают, что Байден – единственный, кто сможет победить соперника. С другой стороны, Трамп – единственный, кто сможет помочь Байдену выглядеть более лучшим кандидатом. При этом, сам он уже начал использовать образ Байдена для собственного продвижения. «Мага – сделай Америку снова великой». Наш главный лозунг – «Сделаем Америку снова великой». Только Байден представляет угрозу для демократии. Потому что он крайне некомпетентен, понятия не имеет, что делает. Наша страна сейчас в очень и очень опасном положении. Мы как нация в серьезном упадке. Мы сбились с пути. Сегодня я стою перед вами. Я единственный кандидат, который может дать это обещание. Я предотвращу Третью мировую войну. Обещаю. Выборы запланированы на 5 ноября следующего года. Они станут 60-ми юбилейными в американской истории. Пока о своем выдвижении объявили 12 кандидатов. Эксперты же полагают, что главные фигуры появятся на игровой доске немногим позже. Среди них губернатор Фариды Рон Десантис. Ультраконсерватор, серьезный конкурент. Как для Трампа, так как является восходящей звездой правых, так и для Байдена. Поскольку уже обходил действующего президента в рамках соцопросов. Тем не менее, все меняется. Потому дважды войти в одну реку у одного из политиков может и получиться. А вместе с тем и во второй раз стать первым. Бржан Валиев для программы МИР. Чем бы не закончились президентские выборы 2024 года, можно уверенно предполагать, что они не положат конец глубокому политическому расколу в американском обществе. Консерваторы и прогрессисты, республиканцы и демократы, поборники традиционных ценностей и сторонники новых. Их можно называть по-разному, но во внутренней политике США довольно четко оформились два противостоящих друг другу лагеря. Этот раскол затрагивает и американские СМИ, несмотря на все заявления о том, что пресса должна быть объективной и политически нейтральной. Для лагеря демократов главным телеканалом является CNN, а основной рупор консервативных республиканцев – это Fox News. Эти два канала освещают одни и те же события с диаметрально противоположными политическими акцентами, всячески поощряя своих единомышленников и безжалостно критикуя своих оппонентов. В этой связи примечательно, что на уходящей неделе они потрясли Америку, синхронно уволив своих главных звезд. Причем обоих телеведущих подвела нездержанная речь. Fox News, предположительно, избавился от самого популярного ведущего США Такера Карлсона за его безосновательные заявления о фальсификации прошлых выборов. А лицо телеканала CNN Дона Лемона, вероятно, подвели его нелестные слова о женщинах в политике. Это программа «Мир». Мы продолжаем. И смотрите далее в выпуске. Сегодня не личное главное. Какие общечеловеческие цели ставили перед собой демонстранты по всему миру на этой неделе? И почему в протестных движениях на первый план выходит глобальная повестка? Затяжная инфляция. Почему за продовольствие и коммунальные услуги британцы платят больше своих европейских соседей? Кто виноват? И чем это грозит действующему премьеру? Климатические проблемы остаются одним из важнейших вопросов на повестке дня мировой политики. Они обсуждаются на самых различных площадках в практически ежедневном формате. Так, на уходящей неделе много говорили и о необъяснимо стремительном потеплении мирового океана, и об исторической засухе в Испании и Италии, и о внезапном таянии одного из наиболее стабильных ледников в Гренландии. Однако особое внимание привлек опубликованный на днях доклад Европейского агентства по окружающей среде о чистоте воздуха в Старом Свете. Казалось бы, в Европе с ее строгими законами ситуация с качеством воздуха должна быть лучше, чем в других регионах планеты. Однако, как выяснилось, даже там отнюдь не все идеально. Согласно докладу, ежегодно в ЕС из-за патологий, связанных с воздействием на организм вредных микрочастиц в воздухе, погибают около 240 тысяч человек. В том числе, загрязнение воздуха вызывает более 1200 преждевременных смертей в год среди детей и подростков. И значительно увеличивает риск серьезных заболеваний в более позднем возрасте. На этом фоне не мудрено, что европейцы продолжают активно бороться за решение климатических проблем, в том числе через массовые акции протестов. По каким поводам европейцы выходили на улицы на уходящей неделе, в репортаже Сандугаш Байгуаныш. Повышение зарплат, индексация, улучшение условий труда и все этому сопутствующее. Такими требованиями бастующих никого не удивить. Но в последнее время на первый план выходят не частные, а глобальные проблемы. Одна из них — климат. И он не оставляет равнодушными многих активистов в различных уголках планеты. Намертво приклеить себя к асфальту. Как вам такая идея? Берлинские активисты таким образом пытались решить проблему глобального потепления. Цели, конечно, не добились, но внимание привлекли. Целые кварталы оказались блокированными в результате дорожных пробок. Чтобы восстановить движение, полицейским пришлось применить специальные строительные инструменты. Люди в зеленом парализовали движение и в Лондоне. Здесь экоактивисты выступают против применения ископаемого топлива в экономике, а также разработки новых проектов, связанных с углем, нефтью и газом. Акции одновременно проходили в нескольких районах столицы в течение четырех дней. Из-за действий митингующих пришлось даже вносить коррективы в график чемпионата мира по снукеру. Нефтяные компании должны сократить выбросы углекислого газа. Наше здоровье стоит на кону. Эти отходы медленно уничтожают нас. Я изучаю качество воздуха. Сейчас мы на одной из самых оживленных улиц Лондона. Видите этот дым над городом? Все это из-за отходов топлива. Правительство не принимает этого внимания. Вместо этого они хотят получить более 100 новых лицензий на добычу нефти и газа. А в Бразилии коренные народы решили отстоять право будущих поколений жить на землях своих предков. Демонстрацию у дворца нацконгресса в столице аборигены организовали в преддверии старта ежегодные акции «Лагерь свободной земли». В ней приняли участие представители 300 этнических групп. Без демаркации нет демократии. Я думаю, что если Бразилия хочет поднять флаг свободы еще выше, нам нужно обозначить границы земель коренных народов. Однако, борясь за проблемы мирового масштаба, от бытовых уйти все же не удается. Инфляция растет, зарплаты за ней не успевают. В то время как одни борются за лучшие условия собственной жизни, страдают люди вокруг. К примеру, в Германии в очередной раз бастовали сотрудники аэропортов. А тысячи пассажиров нескольких сотен рейсов не смогли вылететь по назначению. В Бельгии на этой неделе на улицах отметились педагоги. Их не устраивает рабочий график, переполненные кассы и острый дефицит кадров. Сегодня мы снова вышли на улицы против невыносимых условий работы. Административная нагрузка становится непосильной для нас. Учеников должно быть как можно меньше в классах, особенно в начальных. Прошлой осенью в Бельгии ввели четырехдневную рабочую неделю. Если сотрудники частных компаний и учреждений могут выстраивать удобный для себя график, то учителя и другие работники госсектора практически не имеют такой возможности. Сандукаж Байгуаныш специально для программы «Мир». Как видно, европейцев беспокоят проблемы не только климатические, но и экономические. Не является исключением и Великобритания. И если последствия пандемии, геополитические конфликты и энергетический кризис – это беды общемировые, то у Лондона есть и собственные уникальные проблемы, оказывающие влияние на его экономику. Например, последствия выхода из Европейского Союза. На этой неделе в британском парламенте прошли дебаты о последствиях Брекзита. Эта дискуссия была инициирована после того, как почти 200 тысяч британцев подписали электронную петицию с требованием о независимом расследовании последствий выхода из ЕС. В ходе дебатов некоторые депутаты выступили в защиту Брекзита, отмечая, что позитивные экономические последствия выхода из единой европейской семьи будут заметны через несколько лет. Другие же назвали Брекзит катастрофой для страны и настаивали на поддержке петиции с требованием о независимом расследовании. В итоге жаркие трехчасовые дискуссии не привели к результату. Но сторонники и противники европейской интеграции явно еще не раз сойдутся лицом к лицу в спорах о Брекзите и его экономических последствиях. В целом надо отметить, что за последние полтора десятка лет целая серия кризисов последовательно наносила серьезные удары по британской экономике. Непропорционально зависимая от своего финансового сектора, Великобритания оказалась особенно уязвимой перед глобальным кризисом 2008 года. Потом пришел европейский долговой кризис 2010-го. Еще через 4 года на рынках навел временную панику референдум о независимости Шотландии. А два года спустя настоящий шок пришел уже с референдумом о Брекзите. К концу 2019-го казалось, что с достижением договоренности о параметрах выхода из Евросоюза, для британской экономики забрежил свет в конце тоннеля. Но тут пандемия коронавируса, а затем и украинский конфликт. О том, что сейчас происходит с экономикой Великобритании и что ждет туманный Альбион в ближайшем будущем, расскажет мой коллега Галымжан Караманула. Уровень инфляции в Великобритании остается выше, чем в других западных странах, включая США, Германию, Францию и Италию. Инфляция в еврозоне снизилась почти до 7%, но в туманном Альбионе она остается двузначной. Особенно выросли цены на продукты питания. Например, молоко и сахар сегодня стоят примерно на 40% дороже, чем год назад. Все больше людей стали обращаться за помощью в благотворительные организации, которые помогают с продуктами питания. Некоторым семьям, чтобы сэкономить на электричестве и отоплении, приходится выключать батареи и газовую плиту. Они даже не могут приготовить обед из продуктов, которые мы им раздаем бесплатно. Данные Управления национальной статистики подтвердили ожидание того, что Великобритания будет страдать от высокой инфляции дольше, чем другие европейские государства из-за ее зависимости от природного газа. Помимо этого, страна столкнулась и с другими проблемами. От бюрократической волокиты в связи с Brexit до нехватки рабочей силы. Британцы стали чаще выражать свои недовольства по поводу доходов. Бастуют все – от медиков до железнодорожников. Только учителя с февраля месяца вышли на улицы в четвертый раз и требуют повышения заработной платы на 35%. Главный экономист Банка Англии Хью Пил призвал граждан смириться с ухудшением финансового положения. По его мнению, ситуация становится сложной именно из-за постоянного требования увеличения заработных плат в ответ на рост цен, так как они тесно взаимосвязаны. Ранее его шеф тоже говорил об этом и немедленно был встречен негативной реакцией как профсоюзов, так и оппозиции. Сильное правительство, которое работает на результат, требует лидерства. А у нас его нет. Тори могут назначать разных премьер-министров, как мы видели за последние 13 лет. Но это приводит к существенным неудачам в обеспечении блага народа. Правительство не проявляет лидерства в кризисе стоимости жизни. Сегодня люди не могут оплачивать свои счета. Премьер-министр Риши Сунак пообещал до конца года сократить инфляцию в стране вдвое и довести ее до 5%. Прогноз независимого органа управлением бюджетной ответственности Великобритании также подтверждает его слова. Мы признаем, что это очень сложный период для семей. И именно поэтому в рамках бюджета мы ввели некоторые очень важные меры, такие как сохранение гарантированных цен на электроэнергию на уровне 2500 фунтов стерлингов для семей, замораживание пошлин на топливо. Принятые вместе меры составляют в год около 3000 фунтов стерлингов для поддержки каждой семьи. Это означает, что мы сможем придерживаться плана по жесткому снижению уровня инфляции. Для сдерживания инфляции Банк Англии только недавно повысил процентную ставку на 4,25%. В результате фунт укрепился, но стало тяжелее для тех, у кого есть ипотечные кредиты. Чтобы закрыть свои долги, им теперь приходится платить банка больше, чем прежде. Эксперты отмечают, что в будущем главный финансовый институт снова пойдет на увеличение процентной ставки. Такой выдалась неделя в калейдоскопе мировых новостей. Я прощаюсь с вами до следующей субботы и с нетерпением жду новой встречи. Всем мира и добра!